Смотрите сегодня в программе Автопатруль 112. На новой трассе в объезд Шкотова случилась первая крупная ДТП. Пострадали дети. Браконьеры, промышлявшие на Богатинском водохранилище, задержаны. Гражданин Китая пытался вывезти из Приморья дереваты диких животных. Новый скоростной участок трассы Владивосток, находка Порт Восточный, запущенный в эксплуатацию всего месяц назад, открыл печальную статистику ДТП. Тойота Марк 2 под управлением 23-летнего водителя. По дороге в Шкотово вышла на встречную полосу, где на ее пути оказался Ниссан Ноут. В салоне хэтчбека было трое детей 4, 7 и 14 лет. Все трое получили травмы головы, ушибы и ссадины. Дети госпитализированы. Прокуратура начала проверку по факту аварии, в которой пострадали несовершеннолетние. А мы напоминаем, хорошая дорога – не повод нарушать ПДД. По данным Краевой госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Приморья зарегистрировано 69 ДТП. Пострадали 7 человек, трое из них – дети. К сожалению, есть один погибший. Повреждения получили 130 транспортных средств. Целый букет штрафов собрал водитель Митсубиси Фусо, устроивший накануне аварию на объездной и разбивший 6 автомобилей. По предварительной информации, у грозовика отказали тормоза. Так ли это будут, сейчас выяснять специалисты. Из того, что уже известно, кроме отсутствия ОСАГО, водитель не прошел предрейсовый медосмотр, а в машине не было тахографа. На пункте пропусков Краскина инспекторы не пропустили подозрительный автобус через границу. При осмотре оказалось, что в топливном баке спрятаны когти, кости и другие дериваты парнокопытных и косолапых – всего 550 штук. Водитель автобуса, гражданин Китая, ничтоже сумняшися, признался, что о запрете перевозки частей животных через границу ему известно, поэтому он и спрятал их от таможенников. Теперь ему грозит статья о контрабанде стратегически важных ресурсов, которая подразумевает до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. На Богатинском водохранилище задержаны браконьеры. Несколько групп на плавсредствах пойманы с поличным сотрудниками службы безопасности Примводоканала и полицейскими. Теперь горе-рыбакам грозят крупные штрафы и конфискация снастей и плавсредств. Специалисты предупреждают, Богатинское водохранилище является источником чистой питьевой воды для города, поэтому любая деятельность в водоохранной зоне строго запрещена. Кипятковые реки залили проезжую часть на Авроровской. Причина – порыв на сети горячего водоснабжения. По сообщению ДГК, поврежден участок в магистральной тепловой сети. Его уже отрезали от контура теплоносителя, и специалисты приступили к восстановительным работам. Задержан очередной курьер мошенников, работающих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». На этот раз в отдел был доставлен 39-летний житель Владивостока, похитивший у пенсионерки 150 тысяч рублей. Мужчина уже признал свою вину и сознался в совершении трех аналогичных преступлений. Общий ущерб потерпевшим составил свыше 600 тысяч рублей. Злоумышленник заключен под стражу. В следственном подразделении Управления МИД России по городу Владивостоку в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. За мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам. Российское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Стали очевидцем аварии, пожара или другого происшествия и успели снять происходящее на телефон? Присылайте видео на наш номер 8 994 001 60 06. Давайте делать программу вместе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова